Добрый день, уважаемые коллеги. Я в докладе по эпидемиологии хотел бы больше остановиться на ситуации, которая есть у нас, а не на том, что делается в мире. Итак, если говорить о заболеваемости, то в заболеваемости меланома в принципе составляет небольшой процент от всех злокачественных образований. У мужчин это 1,5%, у женщин 2,1%. Что мы наблюдаем в тенденциях? Мы неуклонно наблюдаем рост заболеваемости фактически где-то на районе 3-4% растет заболеваемость в год по фактическим цифрам, стандартизированные цифры чуть меньше. Но обратите внимание, здесь на графике внизу мы видим риск заболеть меланомой в течение жизни. Этот риск практически не меняется. То есть это говорит о том, что у нас структура населения немножко меняется за эти годы, и в принципе вероятность заболеть остается неизменной практически с течением времени. Если говорить о месте России в мире, то мы, в общем, не самые первые среди стран по заболеваемости меланомой, однако всё-таки в первую десятку мы входим. При смертности, к сожалению, картина другая, у нас достаточно высокая смертность. Но если возвращаться к заболеваемости, у нас очень неоднородная заболеваемость по стране. Я постарался сделать вот карту, отразить в соответствующей цветовой шкале, где у нас болеют много или мало. Получается, на европейской территории заболеваемость в целом высокая. Заболеваемость превышает 8-9, иногда в некоторых регионах доходит до 11 на 100 тысяч населения. Ну вот случаются некоторые интересные такие регионы. Например, в Санкт-Петербурге заболеваемость очень высокая, порядка 11, в Ленинградской области, наоборот, заболеваемость в районе 5. То есть практически в два раза ниже, хотя вроде как город тоже с областью практически в одном месте находится. Есть регионы, где заболеваемость очень низкая. Это северные регионы, это некоторые дальневосточные регионы. И часть кавказских регионов, вот здесь видна, у которых заболеваемость крайне низкая. С чем это связано, сказать довольно-таки сложно, потому что инсоляция там высокая и должна бы быть вроде заболеваемость, население там европейское. Но, тем не менее, вот это данные официальные статистики, которые у нас есть на 2018 год. Если говорить о смертности, то смертности у нас динамика стабильная, скажем так. Прирост фактических случаев в год наблюдается, но он колеблется. И доля в структуре смертности соответствует доле в структуре заболеваемости в целом. По стандартированным приказателям, конечно, прирост наименьше среди женщин, чуть больше среди мужчин. Опять-таки, риск смерти у мужчин и у женщин не меняется. Имеет здесь очень небольшой, но всё-таки тенденцию, особенно у женщин, к снижению, то есть риск смерти от меланомных течений жизни имеет тенденцию к снижению у женщин. Что касается выживаемости больных, мы часто уже показывали эти слайды, исследования британских учёных, которые показали, что 50% онкологических больных в Великобритании живы в течение 10 лет и более. И меланом – это вторая опухоль, у которой изменилась выживаемость за, скажем так, с 70-х до 10-11 годов. Однако мы знаем, что в 11-м году случился перелом, и особенно для метастатических форм, для третьей стадии заболевания появились новые эффективные препараты, которые позволяют рассчитывать даже и на излечение пациентов на этих стадиях, не говоря уже о том, чтобы продлить им жизнь. Ну вот я бы пытался найти российские исследования, которые бы сравнивали выживаемость больных, скажем так, до современной, в предшествующее время лечения, когда у нас не было современных препаратов, и после 2011 года, когда у нас эти современные препараты появились. Вот нашлось только одно исследование 2017 года, в котором в одном из регионов южных российских сравнивалось выживаемость в отдельном регионе по стадиям, соответственно, между пациентами, получавшими лечение в 2007 году, и пациентами, получавшими лечение в 2015-2016 году, то есть после регистрации новых препаратов. Здесь представлены результаты однолетней выживаемости. Что мы видим? Первая стадия, там ничего не изменилось, в общем, цифры достаточно ровные, хотя имелся некоторый тренд к увеличению заполеваемости за это время. Что дальше мы смотрим? Вторая стадия. Как ни странно, у женщин отмечалось снижение выживаемости пациентов на второй стадии. Возможно, здесь как раз имеет место вопрос, что это была не совсем вторая стадия. Третья стадия, к сожалению, в этом регионе отмечалось, особенно у мужчин, выраженное снижение, и четвёртое – ещё большее снижение. Это к вопросу о том, что нам, безусловно, нужна своя и полная информация по регионам, по регистрам. Это данные как раз ракового регистра персонализированного, который учитывал и имел возможность рассчитывать персонализированные показатели выживаемости пациентов. Ну и к вопросу о доступности, безусловно, лекарственных средств и о том, что нам ещё много надо у нас здесь сделать для того, чтобы улучшить ситуацию. То есть у нас есть большой фонд работы, который надо выполнять. Что касается классификации, то в 2017 году у нас появилась классификация ТН8, которая несколько изменила стадирование меланомы. Здесь вот суммированы те требования, которые есть для этой классификации. Что касается категории Т, то изменения произошли только относительно первой стадии, потому что перестали учитывать толщину опухоли в сотых миллиметрах, округляют до десятых миллиметров. Соответственно, пациентов с меланомой от 8 до 1 десятых миллиметра все относятся к стадии 1b. И это уже с этой стадии начинаются показания для процедуры биопсии сигнального лифоузла, о котором будет говориться далее. Что ещё важно? Что раньше мы на первых стадиях считали количество метозов. Здесь в классификации это не учитывается. Но необходимо отметить, что количество метозов и было, и остаётся важным прогностическим признаком. Просто он второй по значимости после стадии, если учитывать стадию заболевания и изъявления, следующим будет количество метозов. Этот признак всё равно надо учитывать, даже несмотря на то, что он сейчас не требуется для классификации опухоли ПТНМ. Что касается символа N, у нас осталось примерно тоже теление, количество метастазов, способ появления микроскопические, макроскопические, стелитные, тронзитные метастазы. Что касается категории M, то здесь была выделена стадия D, это метастазы в головном мозге, и уровень ЛДГ был вынесен как независимый прогностический фактор, который учитывается отдельным символом. В предыдущей версии, как мы помним, повышение ЛДГ сразу относило больных к первой C стадии заболевания. Сейчас, по сути, у нас вместо трёх подгрупп стадии M появилось восемь подгрупп стадии M, потому что у каждой подгруппы по распространённости возможен индекс 0 или 1 по уровню ЛДГ. Зачем нам это надо? Собственно говоря, стадировали мы пациентов для того, чтобы лучше понимать и прогноз, и эффективность лечения, и применять правильную лечебную тактику для каждой стадии. Вот посмотрите, здесь сравнение баз данных ДНМ 7 и 8, на основании которых, собственно, это делалось исследование, как мы видим, я уже говорил, что по символу Т больших и существенных изменений не было. Посмотрите, например, на Т4Б. Определение осталось то же самое, что в 7 классификации, что в 8. Это наиболее неблагоприятная меланома, толстая меланома больше 4 мм с изъязвлением. Но посмотрите на 10-летнюю выживаемость. За период в 2017 году она оказалась для этих пациентов выше, чем она была в 2009 году. То есть мы имеем на лицо улучшение общей выживаемости в целом пациентов с меланомом. Здесь это на графике можно видеть. Что касается Т1, мы практически не видим изменений в выживаемости. Другие стадии более точно адаптированы. Если говорить про третью стадию, здесь, наверное, произошли наибольшие изменения, потому что для классификации третьей стадии стала использоваться категория Т. Как оказалось, она тоже влияет на прогноз. И чем больше Т при равном распространенности процесса в региональных лифоузлах, тем хуже стадия. Более того, была выделена отдельная стадия 3Т, которая свидетельствует о том, что у пациентов с толстой меланомой с большим поражением лимфатических узлов прогноз катастрофически плохо, по сути. Ну вот, сравнение выживаемости у пациентов по новой классификации уже. Мы видим разницу 3Т стадия максимально плохой прогноз. То есть это те пациенты, которым обязательно нужно получать системное лечение. Что еще изменилось? На третьей стадии более хорошо дифференцируется. Часть пациентов переехали в третью Б, даже в третью С стадию заболевания. Обращается на себя внимание прогноз с пациентами второй Б и второй С стадии. У них выживаемость, она по сути сопоставима с пациентами с третьей С стадии заболевания по новой классификации. Это тоже пациенты, которым требуется проведение аудиоактной терапии. Другое дело, что у нас пока не так много средств, не такая большая доказательная база, чтобы помочь этим пациентам. Но тем не менее, это те пациенты, которые объективно нуждаются в проведении дополнительного лечения для улучшения результатов лечения. Тут на нескольких слайдах я хотел бы обратить внимание, для чего нам еще нужна стадия. Стадия – это не только прогностический признак. Стадия может являться до какой-то степени предиктивным признакам. Посмотрите результаты исследования ЧПМ-238. Исследование было нацелено на то, чтобы сравнить неволюмаб и эпилюмаб. Здесь разница между третьей и четвертой стадии. Да, размер эффекта одинаков на третьей и четвертой стадии. Посмотрите сами цифры для каждого препарата. На четвертой стадии мы видим примерно 6% ухудшение результатов лечения, хотя это время до прогрессирования. То есть это то время, где эффект зависит от проведенного лечения. Мы видим хуже эффект лечения на одних и тех же показателях примерно на 6% при четвертой стадии против третьей стадии. Та же самая история с подстадиями. Стадия 3B, стадия 3C. В данном случае это классификация ТНМ-7. Мы видим ухудшение результатов лечения в зависимости от стадии. То есть чем больше стадия, тем хуже работает тот же самый препарат. Если мы продлим это в четвертой стадии, то у нас будет еще хуже результат лечения. Причем надо обратить внимание, речь здесь идет о бандеватной терапии. То есть это пациенту, у которого полностью удалена опухоль. Опухолевая нагрузка равняется нулю. У них максимально благоприятно, если мы сравниваем четвертой стадии с метастатическими удаленными очагами, у них максимально благоприятные результаты, потому что у них нет этих распространенностей. То есть здесь разница имеется только за счет биологии опухолевого процесса. Ну вот наши собственные данные. Мы тоже пытались провести многофакторный анализ результатов одеватной терапии пациентов. И даже при одеватной терапии, даже при временном протессировании стадия оказалась важным прогностическим фактором. И дополнительный метод лекарственного лечения проведен вне зависимости от них. Стадия влияет на результаты лечения. И чем хуже стадия, тем хуже ожидаемая эффективность наших лечебных воздействий. Поэтому наша задача – это максимально правильно выявить стадию. Наша задача – назначить наиболее адекватную стадию лечения и постараться как можно раньше провести полный метод лечения. Что касается биологии, то, в принципе, мы давно знаем, уже давно развивается молекулярная модель биологии, молекулярная модель прогрессирования. Меланом – это довольно-таки старый слайд. Но что интересно, что метастазы в лимфатических узлах и отдалённые метастазы имеют разные патогенезы, разные молекулярные особенности. В принципе, их можно выделить. И это несколько разных заболеваний. Стадия имеет значение в данной ситуации. Обратите внимание, что мутация генебрав, они появляются очень рано, ещё до того, как клетка фактически стала меланомой и сохраняются, безусловно, во всех клонах. Это говорит нам о том, что мы можем сразу, своевременно добавлять к диагностике определение стадии прав. И на сегодняшний день это надо делать с третьей стадии. При регистрации препаратов надо будет делать даже раньше. То есть в тех стадиях, где мы потенциально подозреваем, что у нас есть потребность в аудиоархотерапии. Сразу можно делать эту мутацию, потому что эта мутация не изменится в течение дальнейшей жизни пациента, и мы уже будем иметь для принятия решения адекватную информацию. Мутация брав сама по себе тоже является прогностическим и предъективным фактором. Вот здесь результаты метаанализа, который был проведён до того, как пациенты начали массово получать антибрав терапию. Все исследования показывают, что мутация в гене-брав является довольно-таки значимым прогностическим фактором. И мы видим здесь увеличение риска смерти пациентов с наличием мутации. Мы все знаем, что мутация в гене-брав это классический предиктивный фактор для бронфан-гибидров. Но для иммунотерапии это тоже имеет значение, потому что иммунотерапия при мутации в гене-брав работает несколько хуже. Требуется больше усилий для этой иммунотерапии. Достаточно хорошо, нет большой разницы в иммунотерапии с диким типом брав по сравнению с мутацией гене-брав. А при мутированных опухолях, наоборот, нам нужны дополнительные воздействия, то есть комбинированная иммунотерапия, чтобы добиться лучшего результата. Что касается тоже исследований, эффективность терапии при антиватной терапии, мы видим, что у пациентов с мутацией в гене-брав показатели выживаемости чуть хуже, чем при диком типе брав. Хотя лечение тоже самое, это антиватная терапия, опять-таки сопоставимая под группой. Что нам еще дает ТНМ? ТНМ нам дает важные факторы прогноза, о которых надо помнить, и которые надо обязательно учитывать в принятии решений. Посмотрите, какие это факторы. Обязательно фактором относится не только толщина опухоли, но и методическая активность, и, безусловно, стадия по системе ТНМ. Важно оценивать инифоцитарные фильтраты, наличие регрессии опухоли, важно оценивать возникновение меланомы на фоне иммуносупрессивных препаратов, и вообще учитывать сопутствующие лечения, потому что это влияет на выживаемость пациента. Да, нам надо учитывать лимфовоскулярную, перевоскулярную фазию. Имеет значение пол, возраст, имеет значение наследственной истории, локализация первичной опухоли. Сложнее учитывать, но важно, солнечная экспозиция и использование солярия. Посмотрите, перспективный фактор – это и мутация, и экспрессия генокопротеоника, и микро-РНК, и иммуногенетика, и оценка иммунного ответа. Причем оценка иммунного ответа не только в опухоли, но и системного иммунного ответа. Таким образом, подводя итог к выступлению, хотелось бы сказать, что эпидемиологический показатель на сегодняшний день свидетельствует о наличии нерализованных возможностей диагностики лечения меланомы в нашей стране. Современная классификация, которая должна быть имплементирована уже у нас, и она есть в рекомендациях, она позволяет лучше стратифицировать прогноз пациентов и лучше определить место современного лечения в плане лечения больного. Для наиболее эффективного применения лечебных диагностических подходов нам важно ориентироваться на корректное стадирование заболеваний, чтобы подбирать максимально эффективную терапию здесь и сейчас. Спасибо за внимание. Продолжение следует...